Вы смотрите городские новости. Мы продолжаем. Пользователи интернета активно обсуждают политические страсти, кипящие в городе. О том, что думают миасцы, расскажет Андрей Клыков, ведущий рубрики Интернет-обзор. Всем привет! Я Андрей Клыков и рубрика Интернет-обзор. Весь город обсуждает, сколько не указал в декларации Ордобьевский, то ли 200, то ли 20 миллионов рублей, который взял у своего же предприятия в кредит, где дела и так не лучше всех. Точнее, как говорят сами рабочие, совсем плохо. Депутаты горсобрания тем временем переключили внимание на Войнова и накатали на него жалобу, отправив ее в Челябинск к губернатору. Так и живем. Главное, вовремя стрелки перевести. Снова закрыли еще один, ну просто профессионально замаскированный клуб с игровыми автоматами, который, оказывается, находился в центре города, на остановке Лихачева, и про который знали все, но в один прекрасный момент про него узнали и сотрудники полиции, решившие закрыть залачное место. Надолго ли? Непонятно, ведь на этом месте он закрывался и возрождался ни раз, ни два. Кстати, многие пользователи интернета не видят ничего ужасного в этих игровых клубах, давно бы сделали парочку на окраинах города, и все были бы довольны. Хотя всем, наверное, интереснее показывать вид бурной деятельности. С каждым днем в интернете все больше людей и мнений, и многие делятся своими отзывами и впечатлениями с окружающими. Правда, далеко не всем нравится такая свобода. Так, одному из пользователей написали сообщение с угрозами и просьбой удалить отзыв о заведении. Он этого, конечно, не сделал, но, видимо, для собственной безопасности решил удалить свою страничку из ВКонтакта. Относитесь, пожалуйста, проще, извлекайте выгоду из того, что про вас пишут в интернете. Те времена, когда только бабушки на базаре могли вас обсудить, прошли, сколько людей, столько и мнений. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok